В Политехническом университете только на одном очном отделении учатся почти 17 тысяч студентов. В их подготовке принимают участие свыше 500 профессоров и докторов наук, а также 25 академиков. Образование студенты получают на 20 базовых факультетах по 101 специальности. Не зря в 2010 году ВУЗ получил статус Национального исследовательского университета. Я Людмила Ширяева, вы смотрите программу «Научная среда». Я приехала на кафедру информационных технологий в дизайне. Здесь уже два года функционирует лаборатория визуализации и компьютерной графики. Так что студенты ВУЗа имеют уникальную возможность не только работать над своими 3D-дипломами, но и трудиться на благо города. Создавать 3D-модели исторических и культурных объектов Санкт-Петербурга, например, летнего сада. Предложение сделать трехмерную реконструкцию летнего сада исходило от директора русского музея Гусева Владимира Александровича. И он обратился к нам с просьбой, а могут ли ваши ребята, ваши специалисты сделать вот такую трехмерную модель, чтобы показать еще до того, как все завершено, как это будет выглядеть, как это будет красиво. Из того, что мы сделали, все будет реализовано. Но кроме того, там появятся и дополнительные объекты, как птичник, зверинец, дополнительные статуи и так далее, которые еще не попали в проморолик, я бы так назвал его, 3D-реконструкция вот этого замечательного сада. Конечно же, в лаборатории трудятся не только над архитектурными 3D-проектами. Есть и другие области, где с успехом применяют эту новацию. Например, научная визуализация. Игнат, отвлеку вас ненадолго. Да, конечно. Расскажите, что такое научная визуализация? Научная визуализация – это предоставление каких-либо научных исследований посредством компьютерной графики. Проект, над которым я работал, это наш совместный проект с нашими соседями. В лаборатории аэро- и гидродинамики мы делали визуализацию линий поверхностных токов на фюзеляже Боинга. Нам поступал поток данных, которые они рассчитывали, и мы их делали наглядными. Непосредственно наша работа заключается в том, чтобы наглядно показать, чем же занимается лаборатория аэрогидродинамики. Потому что на выходе у них получается просто таблица из кучи цифр. Соответственно, эта куча цифр превращается в красивую картинку. Вот таким образом можно в изображении передать информацию, которая совсем недавно была обычными цифрами. Спасибо большое, удачи вам! Кажемер, когда видит цифры или видит подсказные картинки, не всегда оценивает, что же он получил, насколько адекватно реальности то, что он смоделировал. Например, ты моделируешь какую-то часть самолета, и, конечно же, конструктивно в университете иметь часть самолета – это достаточно дорого. То же самое можно говорить о судостроении и так далее. А виртуальная реальность как раз дает возможность посмотреть, что же ты получил на выходе. Нам удалось здесь поставить несколько рабочих станций очень мощных, вычислительный кластер, панорамные проекторы, стереопроекторы, оборудовать рабочие места. И реально уровень и качество дипломных проектов, проектов, которыми занимаются наши сотрудники, это, конечно, резко улучшилось. Поэтому и появились заказчики достаточно серьезные, такие как Русский музей, как музей в Раненбауме, Петро-дворце, российские железные дороги. И поэтому вот сейчас уже образовалась некая аура вокруг этой лаборатории, вокруг нашей кафедры. Да, здесь занимаются самыми передовыми технологиями, здесь работают высококлассные специалисты, и здесь хорошо студентам. Проект «Живая археология» позволяет посетителям Меньшиковского дворца в Раненбауме взаимодействовать как с реальными экспонатами музея, так и с их виртуальной реконструкцией. Например, воочию можно увидеть вот эту алебастровую корону, а рядом на электронном экране посмотреть, как та же самая корона преобразуется в свой первозданный вид. Удивительно то, что нам позволили попасть в хранилище музея. Там была произведена фотосессия всех экспонатов, затем по фотографиям были созданы трехмерные модели. Вот, например, вы можете посмотреть, это часы, которые сохранились в музее, а мы показываем в своем видео, как они выглядели в XVIII веке. А много пришлось дрессовать? Да, довольно много. Притом, работа была сложная, потому что материалов об этом мало. Но в тесном сотрудничестве с хранителями музея все получилось. В рамках проекта «Ожившая археология» была создана инсталляция с использованием технологии до полной реальности. Эта технология позволяет дополнять изображение с веб-камеры трехмерными объектами или сценами. Это позволяет добиться большего вовлечения людей в процесс взаимодействия с экспозицией и создать определенные отношения к самим объектам. Ань, а научите меня пользоваться. Ну, я не знаю, наверное, это виртуальная открытка или что это? Да, все достаточно просто. Вам нужно поднести открытку так, чтобы камера ее могла увидеть, и на экране появится объект. Ага, и вот появилась та самая корона, о которой я рассказывала чуть ранее. Кстати, в данном случае ваша телевизионная реальность дополняется изображением нашего оператора Александра, который обычно работает за кадром. И напоследок еще об одной 3D-новации, которую также разрабатывают в лаборатории. Это интерактивная инсталляция «Вход в картину». Паш, я знаю, что вы разрабатываете эту программу, а расскажите о ней поподробнее. Это программная разработка нашей кафедры. Мы ее делаем с использованием библиотек компьютерного зрения. Тем самым посетители музеев по всему миру смогут заходить в живописные полотна. Не хотите ли пройти в картину «Последний день Помпеи»? Да, с удовольствием. Пойдемте. Путешествовать в картинах посетители Русского музея смогут уже со следующего года. И об этом первыми рассказали вам мы, программа «Научная среда» и я, Людмила Ширяева. Редактор субтитров А.Семкин